продолжаем наше заседание да вот мы позвоночник растягивали есть некоторые умеется можно делать это вообще одной рукой вот так вот зажимаешь руку опять вот этими мясистыми позвонками уже заговариваться нас извини мясистыми частями ладони до зажимаешь тут позвонок который тебя интересуют уже более локально можно и либо так продавливать либо ты его разворачиваешь но тут определенное умение надо часто даже этому не научишься вот так за пять минут это вот именно практика у тебя же есть люди которые ходят на практике да практикуй просто попробуй сейчас да можно надавить вот а можно и повернуть поворачиваем в каком случае здесь есть да вот это можно начинаем локально проверять если один позвонок например сдвинулся в сторону да то как мы поступаем мы с этой стороны устанавливаем руку под этот позвонок на второй на следующий позвонок который вышли до основную вторую руку вот это рукой мы получается его вверх выдвигая а это вот сюда случается такое движение или вот в обратную сторону ну не знаю можно нажму просто пытались на стационар вот ну запомнил так вот я в один не тогда в одну и ту же сторону идет смотри желательно все-таки не с ни с ни с стороны головы с этой стороны одну руку ты ставишь нас в верхний позвонок ну за нас уже просто здоров ты должен показать ну со стороны да да рядом с ним на верхней а нижней ты просто и его будешь двигать вверх а а этот позвонок снизу туда это под него одновременно движение вперед следующий прием но это практика всегда практика когда уже руки твои настолько чувствую что я говорю всегда что я даже закрываю глаза чтобы мозг намешал и поставил теперь снимаю функциональное напряжение верхнем отделе вот как раз когда говорят что там не имеет пальцы там нижние два или три пальца за счет того что мы раздвигаем межреберные и рыберно-позвоночные осуществления и вот это вот репетивидную мышцу почему-то думаю что она такого тут самом деле топи цветной мышцы есть верхняя часть средняя часть и нижняя часть она вот такая большая устанавливаем в бугры выпирающие вот эти вот лопатки до нащупываем их руки растясли человеком тогда почувствую что где упор уже такой предел из мышцы 0 до потом говорим выдох нажимаем так можно еще пониже два три раза вот их раз два три сначала нащупили лопатки именно лопатки играть да да вот и правильно делаешь вес на своих в сторону просто в сторону развозим вес удобнее ну да и рост не разбал то что вы же знаешь вес большой можно страны переходим да если все-таки тут вот у него не до конца получается то есть есть разные люди по массивности по грузности по крепости контрактура мышц когда они уже их с вело там пошли какие-то процессы уже не необратимые либо сухожилия там либо еще там связки они настолько закрепещены что так не получится поэтому поэтому сливается прям вообще как панцирь бывают даже вообще минимально не даже заверял куда же там вообще не промеж да поэтому мы добавляем либо локти либо колени либо какие-то еще более жесткий способ например вот расслабил локоть упираемся посмотреть сначала берем под плечо и выбираемся выше там где вот заканчивается лопатка и шея давим рукой локтёр вернее от ни в коем случае осисти отростки естественно не нажимаем вот раздвигаю вот туда под гонали с небольшим скручиванием так вот с поворотом декомпрессионным ну извини я буду назвать декомпрессия потому что именно вот мышцы мы разгружаем снизу вверх видишь переходим чуть пониже а тут схватаем уже помогать и уже вот здесь уже лежит где сначала 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 с нами не положили руку для получать все это страна под плечо но можно так у больших людей грузных такого не получится поэтому вышло все да допоминаем выше под углом чтобы небольшая была плоскость дата очень остро нажать и будет но если ты хочешь локального то почувствовал ребро какой-то нам зажата да прямо на него вот одно ребро ставится на место далее смотри какая технология руки выдвигаем вперед опускай голову ниже висит голова висит 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 не хватаешь ее под локти только так чтобы не на локте да чтобы не пережать локти и вот такими подъема да и грудной отдел середины груди так продолжаешь просто вниз вертикально вниз в данном случае это движение да 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 правильно я покажу то же самое упрощенный вариант да если человек либо руки не поднималась либо там что-то шея запрямляла да просишь опереться на локти под плечами на столу да мы такой вот так что делаем на женщине до держим его шею как можно ниже то есть уже растянулись тут позвонки да и поднимем где-то заканчивался стягивание где-то туда это просто бежит это но это тоже дает в принципе да 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 ну сам упор придет вот теперь смотри шею отрасли тянули размере давали еще раз за мне достаточно чтобы строить разминается молодец на хорошо расслабляется с поворотом вот туда держим противоположное плечо не придать расслабься еще раз держим так чтобы прям вот как знать как корсетного дерева закрепили вот эту руку закрепил сразу положено закрепил и сворачиваться было в противоположную сторону только хочешь может так сказать да под черепом да просто под черепом неважно ну вот у меня сверху вешать буквально растянуть и больше да мы сейчас растягиваем поэтому теперь с другой стороны вот так же так же вот вот шишка езда через не упирать ее нет такого как-то зацепился и ну как начали то очень много шишечек все возможных одну руку зацепляешься ну даже вот если мы не доводим до хруста а хруст еще раз предупреждаю не является самой целью это вот у кого-то легче хрустит у кого-то сильнее там вот это просто сам себе раз и без прикрустил голову повернул и все поэтому тут прежде всего именно растяжение вот мы доводим до предела растягиваешь даже видно как мышцы натягиваются вот они вот эти вот прямые мышцы шеи и косые тоже вот и сюда в основном что союз не можно просто за счет растягивания уже или помассировать побольше если вот у нас беспокоит здесь позвонки да мы в них также вот опираемся пальцы прямо в него если то например повернут ротирован до немножко правее тоже скоро головы вставляем его обратно специально без масла но может человек спотел немножко то есть вообще если скользит возьми тряпочку теперь смотри вот опять у нас например проблема вот в верхнем грудном отделе до 1 2 позвонок мы их берем вот с этой стороны захватываем как бы голову кладем под 45 ты ничего не делай просто лежи расслабляйся под 45 градусов и опираемся в челюсть и вот верхней через головы туда интегиваем либо растягиваем весь шейный отдел позвоночный да тут прямо может быть от второго позвонка до первого от второго шейного позвонка да да и даже от первого шейного позвонка атлан который называется до первого грудного нам случае мы упираемся хрустно да вот да иногда бывает мы сами не слышим хрустно такой внутренний бывает человек все это слышно принимает вот еще раз показываю что мы проделаем другую сторону голову мы положили голову на бок сейчас лежит прямо по оси голова этот шейный отдел да теперь ее доворачиваем немножко под углом ну примерно 45 градусов к телу да и сам череп видишь мы вот так чуть на скулу кладем на щеку как он скулой вот это вот упирался в стол от этого у нас получается рычаг то есть второй рукой мы захватываем сверху за череп и доворачиваем дух до кушу с выдвижением страх все вместе в том-то и дело что я показал только что с этой стороны понимаешь я мог сделать и вот так то есть умею че это можно по-любому делать можно с этой стороны встать ну давай попробуй чтобы понимать как двигаться ты предупреждаешь человека от камеры просто это делать сторону предупреждаешь что он расслабился полностью до 2 ты ищешь упор упираешься прямо в тело вот туда а здесь зажимаешь чуть повыше дочери и двигаешь череп на себя и наворачиваешь чувствую сторону все-таки поймаем этот уголок за который поворачивать большим пальцем сложнее чем чем вот эта часть вот эта часть вот здесь за уголок за этот если не в этом дело даже не в размере руки дело смотри если не хватает да да еще чудо вижу не который лежит сам ничего не делает предупреждаю чтобы действительно человек который у него ничего не делал а то начинает гнуться и там резко там дергаться все сразу в этот момент прекращать действовать это техника безопасности через напряженные мышцы только можно еще больше увеличить спазм вот в данном случае видишь я должен чтобы расслабиться вот вперед смотрят бугорок вот он бугорок череп вич я как бы отодвигаю прямо уже сделан или все-таки нет а это рук как можно больше растягивать уже мышцы вот был да даже это мягко если человек расслаблен да можно так сделал да то кто смотрю большим пальцем все-таки держи чтобы фиксация была крепкая я тебе говорю есть люди вот они настолько поддаются расслабляются что там даже напряжение не надо только покачал да если такие жесткие так все клади голову на лапок с поясницей то же самое что вот мы с руками делали когда выдвигали вперед да тут с ногами берем ногу на расслабляет на свой бицепс за счет бицепс кладем руку да на крестец и смотрим куда вот и повернуть сначала раскачиваем опять же прошли вот и перешел уже на вот эту косточку с этой стороны ногу предположим сторону чувство запястьем ты должен чувствовать ниже частью много раскачивая скачивая скачивая ну соответственно если тут вот сторону да тоже нужно ногу сюда на меня вот это был щелчок у тебя был и манипуляция сама как-то да сильно давишь сюда и сюда и соответственно то же самое на противоположном поставил тогда на себя на себя и вверх куда ведет тоже вот уже вот сторону да да в данном случае мы работаем вот с чем видишь вот с крестцово-тазовым сочинением иногда даже вот тут вот тут тоже хрустит то есть так можно крестец поставить на место крестец бывает тоже у людей повернут да и вот где он стыкуется стадом с подвздошной кости высокой да тут вот везде иногда бывают три-четыре таких ставятся если вот грыжи нет у человека да мы можем перейти на верхний отдел поясничной области так что две ноги сразу захватываем заодно и качаемся две бицепсы такой достаточно силовой прием уже просто много таких тренируюсь на девочках до нас если просто нажимаем уже похоже да 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 вот опять же оси статуски здесь проходит мы на них не нажимаем оставили человека в покое немножко скачали переходим к стопам и к ногам значит вот смотри застрясли стопу могу ли у меня в практике у меня что-то наступило врачи и от футболе сказали это доживите так уже не хотим управлять еще а я делаю же такие тоже пальчики массируют скрипит у него прям реально там такая то есть там каждая на фаланга прям стабильность я пойду боюсь не особо да и порос какой-то женщинство порос возрасте до час так да это сначала ты расцену развел косточки которые пальцем а теперь взял вот так покрепче да и прямо вот себя просто насколько силы хватит бабушками понятно есть там музыки поэтому я прям беру захват плотный и раз поворот такой а теперь перехвату захвату так вот правильно нету в эту сторону в эту да и тоже может быть здесь 1 2 3 местах может быть хруст а наоборот вот другой захват и в эту сторону теперь проверяем здесь надо расслаблено потому что задавали волны вот она задается и видно что уже вот до сюда доходит до проверяем а это чем слабее видишь вот тоже видно что здесь больше размеров на и спереди и вот эти вот это передние мышцы мы дали сейчас не доберемся просто далее смотри нога должна здоровья человека гнутся против положения годится и теперь обратную сторону так сворачиваем и параллельно практически должна лечь вот тут чаще детей было сложно сложнее ну хотя бы до бедра должна найти еще раз да вот вот стороны сюда довязаться достаточно дали но главное понять мы растягиваем то есть это такая суставная гимнастика назовем это вот суставная суставная нормальная гимнастика таиланде там похоже делать а это подальше отсюда до большого вертала бедерной кости так вот для сюда не рукой не делаю да это достаточно то есть это понимаешь это как гимнастика для человека люди у нас пациенты ленивые не чтобы собой заняться им легче заплатить деньги прийти за тебя человек массажер сделает поэтому должна сделать теперь смотри еще вот берем ногу и колено сухожилия состав отправляем под 40 подрываться туда про внедряемся в склад колено а здесь держим за голем это нога где-то закрепощена мы просто не вот во первых может запрещено видишь как самый триггер и больно так продавить после нажатия расслабайся просто сейчас это не наша цена не хочу мы уже ближе чуть-чуть по моему кулак целых надо сейчас четыре пальца подходит так вот по время поздушной кости идут мышцы крепится да вот то что показано доски сухожилия заканчивается сухожилиями да вот мы их промынаем ну сюда лишь нужно провести болит я чувствую закрепощения какой-то мышца может быть как раз та самая грушевидная сведена жестко так а у нас просто немножко другая тема мы пишем в данном случае напоминаю видеоролик о мануальной коррекции быстро такой да раз расчетела прошли подработали человек так ожил суставчик заработать на шарнирах пошел от вас довольны но она же суставная гимнастика может быть там антика кому-то там делали до на спину садятся это музыки зала могут назад теперь смотри вот мы колено до расслабили и перекидываем руку с голени сразу на стопу а а эту руку подвигаем повыше на бедро делаем как бы вот зажим закрепляли пятку что пятка не ползла а рукой даем на стопу туда вот в сторону головы вверх как растягиваем сверху лежит да я выше держусь будут рукой выше на стопу и стопу как бы растягиваешь тоже это сочинение стопы с лодыжкой но вот приобретает дополнительную мобильность так но скрутки на бок этот ты знаешь да лучше мы будем можно ну давай не просто же разного дима лазь пожалуйста на бок да вот это могу управляем голова лежит за плечами вот но самое простое что сразу покажу это уже можно привести человеку раскачиваем пальцами щупаем поясницу ищем блок даже то что мы так учуку на тоже делаем массаж движение достаточно полезное если хотим перейти повыше вдоль поясница да то колено поднимаем тоже можно выше смотрим уже почти нужный отдел пониже теперь сама скручивание до эту руку либо за голову за голову можно и со стороны проводить до некоторых колено придерживают упираются локтем вот в эту гребень видишь подвздошным временем вот в него локтем и это на себя плечи вот но мне больше нравится другое движение сейчас попробую то это движение получается смотрю плечи сюда пошли то студа на растяжение растяжение скручиваем временно а давление здесь именно плечо а еще лучше чтобы мягче было до пищи захватываешь я понимаю что чтобы мягче наш корпус должен тебе из корпуса движется вот так как вариант еще мне больше такой нравится когда мы просим человека это ногой дополнительно за стол держишься этой рукой держи колено свое даже можно расслабляться потайно расслабляет можно же немножко светить вот голова опять лежит но я давлю так получается снизу на вот это гребень а здесь опять же выше выше делал это то что ты берешь их на грудь и например то же самое движение когда как стоя ну попробуй вставить свою так то есть и давай уже с той стороны то есть это делали техника вот как вот это вот ты будет туда а здесь локтем буквально да сейчас ты делаешь с той стороны Дима там был шелчок да да просто давай перевернем чтобы мы симметрично все положить все процедуры были симметричны давай переворачивайся нижнюю ногу выпрямляем здесь она висит дальше не то что висит на глаза цепляется зацепился если больно зацепиться там можно подушек положить нормально это просто придерживаю до повышен если человеку промылаешь рука в любом месте здесь привязана к этому месту да давай на камеру покажу . дайте мне . да 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 вот вот я показываю . гребень подвозь на кости той части таза которая сверху но лучше стоп 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 еще лучше усилен купили руку свою эту руку завести за спину за твою ну чтоб он уже развернулся уже вот и голову его назад а теперь если кому-то там прямо жестко да еще раз нет так давайте раскачиваем раскачиваем до предела и потом после предела чего нужно нужно дело в том что вот многие приходят какой у меня там грыжи что-то схватило еще что-то не грыжа это 90 процентов случаев я вам говорю ложись на спину отдыхать 90 процентов на спину на спину 90 процентов случаев это функциональный блок блокада мышечная человек может чтобы психанул разозлился там резко что-то дернулся да и мышцы так скрепила что-то не держит позвонки позвонки и сдавливают позвоночный диск между нашлись да и может впоследствии выйти грыжа впоследствии мы сейчас если с этим не разобраться поэтому массажными движениями вот этим скрутками раскрепощениями вот такими до растрясанием вибрацией снимаем от напряжения и позвонки и снова свеки легкие более мобильные так опять же говорим про поясницу да вот с этой стороны спереди берем ногу проверяем подвижность колена подвижность сочленение бедра вот дальше у меня сейчас нет а это стол хрустит нет я сказал просто я когда делаю упражнение я здесь ассоциативно но это тоже не забывай на вот смотри так можно поправить кости бедра не вини себя все нормально да вот так просто тут уж и решили амплитуду задавая вот мы опять же раскачиваем то есть смотрите опять же у нас цель нашего телепередачи цель нашей видеосъемки показать что основные принципы как это все работает то есть сначала мы раскачиваем растрясаем до этого уже прогрев человека его мышцы проверили бы быстро там либо там массажем да потом растрясаем потом доводим до предела предпределенно состояния упираемся в этот момент в нужное сочинение и заходим за пределы вот очередность такая получается теперь смотри если у человека разные ноги до разной длины иногда это бывает от природы от рождения это бывает приобретённая чаще всего если это приобретённая то это значит смещены кости таза кости таза можно проверить до погреблем они и рядом по этим точкам до крестца да просто визуально ты чувствуешь рядом они рядом видео такой сдвинуты но сам что если они сдвинуты будут таз да то если таз сдвинуты например вот так вот да то одна нога лишь пошла выше результат это будет выше соответственно ты логически предполагаешь понимаешь да если это надо короче значит у неё область гребня воздушно пошла вверх здесь правиться таким способом ну во первых после зимитическая релаксация такая же да с дыханием во вторых просто накладываем рук ну во первых мы растрясли все показалось это все сделать за это да подвесли за нас не кстати да этот и правильный канал можно поднять и прямо потом берем этот гребен вверх это берем ниже вот это мало приподнять это не вверх это медленно вот это как просто как образец показываю здесь в гребен даешь здесь не тряси нет это просто давление давление это давит вниз ты по сути давишь твоя точка приложения усилий на крестец идет если это дает вниз не вниз не вниз нет стоп стоп это дает вверх да а это дает вниз к ноге да вот так вот проверяем ноги по длиннее вот у него вещь как нога чуть длиннее не видно для тебя в носках вот через пятка видишь линии и сам основана и 5 косточки ловишка до кусочек почти ровно вот смотри но вот эта нога вот у нас сейчас получилось там буквально 23 миллиметра и не так значительно ее тоже можно выдвинуть вместе с тазом из этого зажима блокады тазовая да это как надеваем бывает стол с ножками вот туда я прощу это просто он держаться сейчас мне за что держаться поэтому да либо вот так держи скрепка либо ты его держи за плечи со стороны просто держи вода в этот момент я раскручиваю ногу амплитуду увеличиваю и удерживаю на самом деле было даже можно сразу поверить либо коленку держите же на себя натягиваю под коленку такой же стрессаем и удерживаем именно вот этой рукой за голень вот ну там в принципе на месте все осталось потому что ничего не было так ну попробуй что стороны только после этого движения только немножко знаешь как немножко наружу на наружу а потом после этого выпрямили на себя где-то сюда сейчас получается рычагом крючаток раз потом обе коленки сгибаем стягиваем поясницу и чувствуешь пояснице вот если есть какие-то изменения тут в пояснице да тут важны микро наши движения такие умножаться на другую либо побольше движение смысл да только своим весом да да оттаскивать реагирует крестец тянется да и и такие пока чекоченья туда вперед и по очереди можно по одной ноге можно делать допустим вот этот раз не почему-то давать до конца раз чтобы нога не ползала ты и может держать соответственно довели опустили вот так вот еще тоже на работу с тазом опираемся тазового крестцового сочинения да ну знаешь да только тут тоже сначала скачать страшно и больно вот это надо больно боли бывают не больно здесь просто там иногда лимфоузлы воспаленные вещи там бывают какие-то жировые образования разного сада просто подбираешь место как удобнее схватить а так пойди надо в косточку да я хрущу дать него на тебя сколько там запасы еще вот если позволяет человек то тоже самое еще лучше сделать если положить на бедро да ну в данном случае просто не позволяют мышцам растянуться джинсы тоже да но это достаточно так и еще вот по поводу скрутки да мы делали со спины теперь со стороны поднимаем обе ноги вот если у человека есть грыжа то вот такое подняться ног уже будет болезненно отдаваться именно в пояснице то есть прямые ноги подняты вверх уже больно да вот такими-то покачивающими движениями да да мы конечно не ставим диагноз да мы предполагаем массажиста даже не рентген может положить вот я там ничего не будет в пояснице теперь смотри держи вот так же за плечо тела поворачиваешь вот туда это сильнее действует на поясницу отлично да еще она тут не замешает вот такой вот прием и всегда держи и контролируй чтоб он сам ноги не опустил и не бросил выдохнуть это вот как специфика который в шкафе таскает подойдет он не может в шкафе ну хорошо сравнив мою работу с грузчиком ну да 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 все применяется с практикой вот если показываешь сейчас эти навыки они сейчас все отложатся в видео посмотришь и начинаю практиковать на своих подопечных а мы с вами дорогие друзья в следующем видеоролике посмотрим еще несколько супер приемов с черепом и головой